МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остается догадываться, как мы пользовались туалетом до этого. И второе, чем заняты российские ученые, в то время как их коллеги уже замахнулись на шнобелевскую премию мира. В свете падающих цен на нефть и курсы рубля, многие российские потребители сочли курьезом выпуск партии коллекционных монет из золота и серебра новогодней тематики. Наибольший интерес нашей программы вызвала монета с символом наступающего Нового года и надписью на английском языке. ПЛЕНТИЕ ОДЕ МАНКИ, что означает изобилие в год обезьяны. Оптимисты, впрочем, воспринимают это пожелание без иронии и говорят о том, что рубль еще займет подобающее ему место. Свою новогоднюю заявку на патент сделали муниципальные власти приморской столицы. Нет-нет, падающих елок в этом году замечено не было. Но вот проверку на грамотность гости и жители Приморья с их подачи прошли. На Центральной площади Владивостока в словах «С Новым годом!» и «Будьте счастливы!» наблюдатели недосчитались парочки букв. Информацию на светодиодных табло исправили, но вопрос «что это было?» остался. Быть может, место за компьютером при наборе текста доверили гастарбайтеру, не совсем знакомому с правилами русского языка? А может быть, это был наш соотечественник, который эти правила напрочь забыл, увлекшись преждевременной встречей Нового года? Но самым искренним и добрым курьезом не только недели, но и всего года может стать, на наш взгляд, дружба Амура и Тимура. Эти ребята настолько прославили Приморье, что некоторые горячие головы уже предлагают поместить козла на герб Приморского края. И пусть злые языки считают, что тигр приберег себе на Новый год праздничный ужин, мы же уверены, что чудеса возможны. И если даже травоядные с мясоедом сумели найти общий язык, то люди 21 века наверняка смогут между собой договориться.